Всем привет, друзья! Сейчас огромное разнообразие стиральных машинок, и кто-то начнет с ухмылкой смеяться, что мол, и что здесь удивительного. Но буквально каких-то 50-60 лет назад стирали совсем по-другому, и стирка занимала целый день у советских женщин. Разнообразие стиральных машин в СССР было не такое уж и большое, кто-то из хозяек по-прежнему использовали для стирки стиральные доски. Но стирать в стиральной машинке было намного быстрее и удобнее. Стирка в такой стиральной машинке, хотя и заменяла ручную стирку, представляла собой целый обряд. Вода предварительно нагревалась отдельно, так как подогрева воды в самой машинке не было. Еще с детства помню, как вся кухня была завалена на полу грязным бельем, приготовленным для стирки. А в центре всего этого действия стояла машинка, например, Донбасс. Нагретая вода заливалась ведрами, около двух-трех ведер в машинку, загружалось белье. Засыпался стиральный порошок, иногда добавлялось хозяйственное мыло. Неизменным спутником стирки были часы, время стирки засекалось по ним. Как только необходимое время стирки проходило, машинку выключали кнопкой на корпусе стиралки. И делали это каким-то деревянным предметом, потому что кнопка пропускала электричество и слегка била вашу влажную руку током. А вот если отвлекся, прозевал, не успел выключить машинку, машинка продолжала стирать дальше. В более поздних машинках уже появился таймер для отсчета времени. Для отжима белья сверху корпуса устанавливали специальные спаренные валики. Деревянными щипцами, которые прилагались в комплекте стиралки, белье вытаскивали и пытались вставить между двумя валиками. Обычно белье переплеталось в большой клубок, разделить его было довольно сложно. Очень толстый слой белья невозможно было пропустить между валиками, а при очень тонком белье просто не отжималось. Только щипцов не хватало для распутывания клубка, приходилось помогать второй рукой, невзирая на кипяток. Помнится, щипцы от стиральной машинки были любимой моей игрушкой в детстве, и меня щипал всех животных, которые попадались мне под руку. Но вот удалось распутать белье и вставить краешек какой-то вещи в валики. Теперь надо было крутить ручку, чтобы белье затягивалось и выжималось. Выжатое белье спускалось на крышку машинки, установленную для этого случая за валиками. При этом вода стекала как в машинку, так и мимо на пол. После окончания стирки всего белья, вода с машинки выливалась через шланг в емкость и только потом выливалась. Насоса машинка не имела, вода выливалась под собственной силой тяжести. Отжатое белье складывалось в ванную или корыто для полоскания. Вода менялась дважды или трижды при этой стирке. Белье вручную выкручивалось и развешивалось для сушки. Однако немного раньше в СССР стирали в корытах. А у ног ее разбитая корыта. Именно в корытах во времена классика поэзии в 19 веке стирали женщины. В России, да и во всем мире тогда еще жило мало людей. Места было много, можно было стирать и прополаскивать одежду прямо в реке, наклонившись с мостков. Во времена СССР у кого не было стиральной машинки Донбасс, стирали в тазике в коммуналке. А вот в 60-е годы уже у многих в семье была стиральная машинка. Сначала тебе корыта, потом тебе подавай стиральную машину. Конечно, она была далека от нынешних автоматов. Но стирали в доме не слишком много. Основную массу стирки брала на себя прачечная. У нее были пункт приема и пункт выдачи, обычно размещенные рядом. В самом начале работы с прачечной нужно было включиться в процесс, зайти в пункт приема и купить у них метки. Они их продавали аж сотнями. Получив на руки несколько кусков крепкой льняной белой материи, на которой были пропечатаны много-много одинаковых номеров. Нужно было пришивать эти номера к определенным местам постельного белья или одежды, предназначенной к стирке в прачечной. Отрезал номер от общего куска, подогнул краешки, чтобы ниточки не выскакивали и аккуратненько пришиваешь метку. На рубашку пришивалась под воротник, на майку, внизу подола. А затем все просто, отобрал что-то для стирки, завязал с простынями в один узел, тот самый узел завязал описание содержимого. Собранное для стирки просто перебрасывалось в окошко внутрь пункта приема. Там, как правило, никого не было, набросанное собирали, сортировали и отправляли в стирку. А на стене было объявление, когда будет готово, сданное в этот день. А потом, в тот самый день, уже в пункте приема со своей бумажкой подходили к работнице пункта. Она смотрела список, сравнивала с прибывшим и выносила несколько пакетов. И называла цену за стирку. Возможно, принцип и сохранился в современных прачечных, я не пользуюсь их услугами. Да и в современной России, Украине, Беларуси прачечные только в крупных городах. Первая стиральная машинка появилась в 1797 году. Патентное изобретение получил Натаниэль Брикс в США. Конструкция первой стиральной машинки представляла собой ящик из дерева с движущейся рамой, что и создавало эффект очищения ткани. Вращающийся барабан придумал Джеймс Кинг полстолетия спустя. Далее, в 1856 году механизм был усовершенствован. В емкость складывали белье с шариками из дерева и заливали водой. Рама внутри устройства заставляла перекатываться шарики по белью. Таким образом и отстирывалось белье. А вот автором первой бытовой стиральной машины стал Уильям Блэкстон в 1874 году. Он подарил одну своей жене, а потом поставил производство машинок на поток. Но только в 1900 году началось их серийное производство. Первооткрывателем стал Карл Милле. Он переоборудовал маслобойку и пустил изобретение в оборот. Машину стали раскупать. Кстати, стиральные машинки Милле продаются и до сих пор. Самая дешевая из них сейчас стоит 3100 долларов. А вот первая электрическая стиральная машинка появилась в США. Конструкция осталась та же, но движущиеся элементы механизма запускали в действие не руки, а мотор. Вскоре корпус машинки стал металлическим. Запатентована она была в 1910 году. Чтобы привести в действие электродвигатель, нужно было нажать на рычаг. Однако у стиральной машинки был существенный недостаток. За процессом стирки нужно было все время следить, ведь если ткань наматывалась на вращающиеся детали, мотор мог быстро перегореть. Решение проблемы вскоре предложил Джон Миллер. Он придумал активатор, который вращал воду, а не белье. Вскоре этот механизм получил всемирное признание. В 1930-х годах машинки для стирки оборудовали уже таймерами и сливными насосами. А в 1949-м выпустили первую автоматическую стиральную машину. В начале 50-х годов машины получают функцию отжима. Сейчас существуют машины с горизонтальной и вертикальной загрузкой. А в 1978-м году придумали стиральную машину, работающую от микропроцессора. Как же стирали в древние времена? В Древнем Египте в качестве порошка использовали соду, которую специально добывали. Еще из древесного угля получали карбонат калия. Еще до нашей эры из золы и жира животных люди приспособились варить мыло. Одежду стирали также воском. Кстати, вот одно приспособление в водоеме для стирки в Этыре в городе Габрово. Интересно, что в Индии стиркой занимались только мужчины. И в некоторых районах страны эта традиция сохранилась до сих пор. Индусы-прачки на протяжении всего дня колотят белье об огромные валуны. Этот способ стирки был распространен в разных уголках мира. В Европе образовались чуть ли не целые касты прачек. Женщины трудились с утра до вечера под открытым небом в любую погоду. Места для стирки располагались у фонтанов и бассейнов. В некоторых регионах, где было рядом море или река, они располагались прямо на берегу. Для них там были пришвартованы своеобразные прачечные лодки. Прачки никогда не оставались без работы. Сначала белье кипятили, а потом всю эту тяжелую мокрую ношу вытаскивали к реке. Там женщины становились коленями на деревянные мостки и полоскали ткани. В 19 веке существовало наказание для проституток. Их отправляли в прачечные на работу, так как она считалась очень тяжелой. Как стирали моряки. Женщин на борт корабля не брали, потому мужчинам приходилось справляться самим. Они придумали следующее. Бросали связку белья на веревке за борт прямо на ходу судна. Быстрое течение смывало грязь с одежды. Такую стирку без моющих средств еще называли сухоперкой. А вот на Руси белье первоначально замачивали в огромных емкостях. У женщин были средства для отбеливания, конечно же, растительного происхождения. Например, зола от гречневой соломы или подсолнухов. А также отвары из картофеля и фасоли или кислое молоко. Потом в чаны с бельем бросали горячие камни, мылом служили бузина или сок алоэ. На Руси прачки, как в общем и в других странах, использовали для стирки валик. Это деревянная пластина с короткой ручкой. Интересно, что форму валик сохранил на протяжении 9 веков. Изготавливали его из березы, липы или осины. Пользовались им так. Белье, пропитанное мыльным раствором, укладывали на доски, а потом били вальком по белью. И так несколько раз. Теперь этого нет. Есть стиральные машины-автоматы, которым подключают электричество и холодную воду. А все остальное, что нужно, они делают сами. Однако сейчас, придя в прачечную, вы не скажете уже таких слов женщине. Постирать, накрахмалить, выгладить. И это к лучшему. Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх. С вами были Интересные Факты. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода.